Глава вторая Мелехов Григорий в январе 1917 года был произведен за боевые отличия в Харунжии. Назначен во второй запасный полк взводным офицером. В сентябре он, после того как перенес воспаление легких, получил отпуск. Прожил дома полтора месяца. Оправился после болезни и вновь был послан в полк. После Октябрьского переворота получил назначение на должность командира сотни. К этому времени можно приурочить и тот перелом в его настроениях, который произошел с ним вследствие происходивших вокруг событий. И отчасти под влиянием знакомства с одним из офицеров полка, сотником Ефимом Извариным. Ефим Изварин был сыном зажиточного казака. Образование получил в Новочеркасском юнкерском училище. По окончании его отправился на фронт в 10-й Донской казачий полк. Прослужил в нем около года. Получил, как он говаривал, офицерский Георгий на грудь и 14 осколков ручной. И попал во второй запасный. Человек недюжинных способностей, несомненно одаренный, образованный, Изварин был заядлым казаком-автономистом. Февральская революция встряхнула его, дала возможность развернуться. И он, связавшись с казачьими кругами самостийного толка, умело повел агитацию за полную автономию области войска Донского, за установление того порядка правления, который существовал на Дону еще до порабощения казачества самодержавием. Он превосходно знал историю. Покоряюще красиво рисовал будущую привольную жизнь на родимом Дону. Когда править будет державный круг. Когда казачество будет, как с равными, не ломая шапок, говорить с Украиной и Великороссией. И вести с ними торговлю и мену. Кружил и Зварин головы простодушным казакам и малообразованному офицерству. Под его влияние подпал и Григорий. В начале происходили у них горячие споры, но полуграмотный Григорий был безоружен по сравнению со своим противником. «Как же мы без России будем жить, ежели у нас, окромя пшеницы, ничего нету?» спрашивал Григорий. И Зварин терпеливо разъяснял. «Я не мыслю самостоятельного и обособленного существования одной Донской области. На основах федерации, то есть объединения, мы будем жить совместно с Кубанью, Тереком и горцами Кавказа. Кавказ богат минералами. Там мы найдем все. Наш федеративный союз будет базироваться не на промышленности. По характеру мы край аграрный. А раз так, то для того, чтобы насытить нашу небольшую промышленность углем, мы будем закупать его в России. А взамен будем снабжать их высокосортной пшеницей, нефтью. А какая нам выгода отделяться? Прямая. Прежде всего избавимся от политической опеки. Восстановим свои уничтоженные русскими царями порядки. Выселим всех пришлых и нагородних. В течение десяти лет путем ввоза из-за границы машин мы так поднимем свое хозяйство, что обогатимся в десять раз. Земля эта наша. Кровью наших предков полита. Костями их удобрена. А мы, покоренные Россией, защищали 400 лет ее интересы и не думали о себе. У нас есть выходы к морю. У нас будет сильнейшая и боеспособнейшая армия. И не только Украина, но и Россия не осмелится посягнуть на нашу независимость. Среднего роста статный широкоплечий Изварин был типичным казаком. Желтоватые вьющиеся волосы. Лицо смуглое. Лоб покатый. Белый. Говорил он высоким послушным тенором. В разговоре имел привычку остро ломать левую бровь и как-то по-своему поводить небольшим горбатым носом. Энергическая походка, самоуверенность в осанке и в открытом взгляде карих глаз отличали его от остальных офицеров полка. Казаки относились к нему с явным уважением, пожалуй, даже с большим, чем к командиру полка. Изварин подолгу беседовал с Григорием. И тот, чувствуя, как вновь зыбится под его ногами недавно устойчивая почва, переживал примерно то же, что когда-то переживал в Москве, сойдясь в глазной лечебнице Снегирева с гаранжей. Вскоре после октябрьского переворота у них с Изваренным происходил следующий разговор. Обуреваемый противоречиями Григорий осторожно расспрашивал о большевиках. А вот скажи, Ефим Иванович, большевики, по-твоему, как они? Правильно или нет, рассуждают? Углом избочи в бровь, смешливо морща нос, Изварин кхакал. Рассуждают? У большевиков своя программа, свои перспективы и чаяния. Большевики правы со своей точки зрения, а мы со своей. Партия большевиков знаешь, как именуется? Российская социал-демократическая рабочая партия. Понял? Рабочая. Сейчас они заигрывают и с крестьянами, и с казаками. Но основное у них – рабочий класс. Ему они несут освобождение. Крестьянству новое, быть может, худшее порабощение. В жизни не бывает так, чтобы всем равно жилось. Большевики возьмут верх, рабочим будет хорошо, остальным – плохо. Монархия вернется, помещикам и прочим будет хорошо, остальным – плохо. Нам не нужно ни тех, ни других. Нам необходимо свое. И прежде всего избавление ото всех опекунов. Будь то Корнилов или Керенский или Ленин. Обойдемся на своем поле и без этих фигур. И избавь, Боже, от друзей. А с врагами мы сами управимся. Но большинство казаков за большевиков тянут. Знаешь? Гриша, ты, дружок, пойми вот что. Это основное. Сейчас казаку и крестьянину с большевиками по пути. Потому что большевики стоят за мир. За немедленный мир. А казакам война вот где сейчас сидит. Потому казаки пахнут большевизмом и шагают с большевиками в ногу. Но как только кончится война и большевики протянут казачьим владением руки, пути казачества и большевиков разойдутся. Между сегодняшним укладом казачьей жизни и социализмом, конечным завершением большевистской революции, непереходимая пропасть. Я говорю, глухо бурчал Григорий, что ничего я не понимаю. Мне трудно в этом разобраться. Блукаю я, как в метель в степи. Ты этим не отделаешься. Жизнь заставит разобраться. И не только заставит, но и силком толкнет тебя на какую-нибудь сторону. Разговор этот происходил в последних числах октября. А в ноябре Григорий случайно столкнулся с другим казаком, сыгравшим в истории революции на Дону немалую роль. Столкнулся Григорий с Федором Подтелковым. И после недолгих колебаний вновь перевесила в его душе прежняя правда. Григорий решил пойти на квартиру к станичнику Дроздову. В комнате, кроме хозяина, сидел плотный казак с погонами вахмистра гвардейской батареи. С сутули в спину он широко расставил ноги в черных суконных шароварах. Разложил на круглых широких коленях такие же широкие рыжеволосые руки. На скрип двери он повернул короткую полнокровную шею. Холодно оглядел Григория и захоронил под припухлыми веками в узких глазницах прохладный свет зрачков. Обзнакомьтесь, это Гриша, почти сосед наш, Усть-Хаперский. Подтелков. Григорий и Подтелков молча пожали друг другу руки. Григорий предложил Подтелкову папиросу. С каких хуторов? Я сам рожак с Крутовского. Охотно заговорил Подтелков. Там произрастал, а жил последнее время в Усть-Калиновском. Крутовский-то вы знаете? Слыхал небось? Он тут почти рядом с еландской гранью. Все время в разговоре он называл Григория то на ты, то на вы. Говорил свободно и раз даже, освоившись, тронул тяжелой рукой плечо Григория. На большом, чуть рябоватом выбритом лице его светлели заботливо закрученные усы. Смоченные волосы были приглажены расческой. Он производил бы приятное впечатление, если бы не крупный приподнятый нос до глаза. На первый взгляд не было в них ничего необычного. Но присмотревшись, Григорий почти ощутил их свинцовую тяжесть. Меленькие, похожие на картечь, они светлели из узких прорезей, как из бойниц. Приземляли встречный взгляд. Влеплялись в одно место с тяжелым упорством. Григорий с любопытством присматривался к нему. Отметил одну характерную черту. Подтелков почти не мигал. Разговаривая, он упирал в собеседника свой невеселый взгляд. Говорил, переводя глаза с предмета на предмет. Причем куценькие, обожженные солнцем ресницы его все время были приспущены и недвижны. Изредка лишь он опускал пухлые веки и снова рывком поднимал их, нацеливаясь картечинами глаз. А бегая ими все окружающее. Вот любопытно, братцы, заговорил Григорий. Кончится война и по-новому заживем. На Украине рада правит, у нас войсковой круг. Атаманка Ледин в полголоса поправил Подтелков. Все равно. Какая разница? Разницы-то нету, согласился Подтелков. Россией, матушке, мы теперь низко кланились. Продолжал Григорий пересказ речей из Варина, желая выведать, как отнесутся к этому Дроздов и этот здоровило из гвардейской батареи. Своя власть, свои порядки. Будем жить, как в старину наши прадеды жили. Я думаю, революция нам на руку. Ты как, Дроздов? Хозяин заюлил улыбкой, резвыми телодвижениями. Конечно, лучше будет. Теперь хоть воздохнем. А Россия с этим помирится? Никому не обращаясь, тихо спросил Подтелков. Небось помирится, уверил Григорий. И будет одно и то же. Так же над народом, какой трудящийся, будут атаманья измываться. Тянись перед всяким их благородием. Прекрасная живуха. Камень на шею, да с яру. Григорий встал. Отмеряя по тесной горенке шаги, несколько раз касался расставленных колен Подтелкова. Остановившись против него, спросил. А как же? До конца. До какого? Чтоб раз начали, значит борозди до последнего. Раз долой царя и контрреволюцию, надо стараться, чтоб власть к народу перешла. А это басни. Детишкам утеха. Как же Подтелков по-твоему? И опять забегали, разыскивая простор в тесной горенке, тяжелые на подъем глаза картечины. Народную власть. Выборную. Под генеральскую лапу ляжешь, опять война. А нам это лишнее. Кабы такая власть кругом, по всему свету установилась. Чтоб народ не притесняли, не травили на войне. Гулко похлопав ладонями по коленям, Подтелков зло улыбнулся. Раздел мелкие, несчетно-плотные зубы. Нам от старины подальше. А то в такую упряжку запрягут, что хуже царской обозначится. А править нами кто будет? Сами. Оживился Подтелков. Заберем свою власть? Вот и провила. Лишь бы подпруги нам зараз чудок отпустили. А скинуть колединых сумеемся. Остановившись у запотевшего окна, Григорий долго глядел на улицу. На детишек, игравших в какую-то замысловатую игру. Мучительно старался разобраться в сумятице мыслей. Продумать что-то. Решить. Минут десять стоял он, молча вычерчивая на стекле вензеля. За окном, над крышей низенького дома, предзимнее, увядшее тлело на закате солнце. От городского сада, прибитые дождем, шершавые катились листья. И, налетая с Украины, с Луганска, гайдомачил на станицей час от часу крепчавший ветер. Федор Григорьевич Подтелков, с которым встречается Григорий, это реально существовавший человек. Федор служил в артиллерии с 1909 года. Был участником Первой мировой войны. А после февральской революции 1917-го часто выступал на политических собраниях. Обладая внушительной внешностью, высоким ростом, широкими плечами и мощным голосом, Федор производил впечатление на толпу. Что, конечно, было замечено большевистскими пропагандистами. В конце 1917 года гвардейская казачья батарея, в которой служил Подтелков, прибыла на Дон и расположилась на хуторе возле станицы Глубокой. Автор не говорит, где находится Григорий Мелехов. Мы знаем лишь, что он не вернулся в хутор татарский и в ноябре где-то на Дону знакомится с Федором Подтелковым. Я хотела посмотреть, может, эта станция чем-то знаменита, но такого я не ожидала. Имя реке Глубокой, на которой стоит поселок, дал сам Петр Первый. На почтовой станции около будущего поселка останавливались Пушкин и Лермонтов. А в 1854 году молодой офицер и начинающий писатель Лев Николаевич Толстой попал в районе Глубокого в Сильный Буран. Следствием этого стал написанный им рассказ «Метель». Вот так вот. Вроде такое неприметное место, а какое страшно историческое. О дальнейшей судьбе Федора Подтелкова мы наверняка прочитаем в романе, так что спойлерить не буду. И вот начинаются метания Григория, которые я не поняла, когда читала книгу в школе. Сначала он попадает под влияние гаранжей. Именно от него Мелехов впервые узнает об идеях большевиков. Но позже, вернувшись после лечения в свой полк, он ну не то чтобы забывает, но отодвигает эти идеи и продолжает служить. Сейчас Григорий слушает талантливого и красноречивого из Варина. Но нельзя сказать, что Мелехов с ним соглашается. Я говорю, глухо бурчал Григорий, что ничего не понимаю. Мне трудно в этом разобраться. Блукаю я, как в метель в степи. Что абсолютно естественно. Он обычный казак. Он не заканчивал институтов и не читал книг. Он знает только свою простую жизнь. Продвинуться по службе ему помогли не знания и глубокие мысли о политической обстановке в стране, а смелость. Но даже при том, что он не говорит, что Изварин не прав и не спорит с ним, видно, что все-таки Мелехов склоняется к большевикам. Может быть из-за тех идей и мыслей, что внушил ему гаранжа. А может быть просто потому, что Григорий не знал, куда еще можно податься, кроме как к большевикам. А вот скажи, Ефим Иваныч, большевики по-твоему, как они? Правильно или нет рассуждают? И еще. Но большинство казаков за большевиков тянут. Знаешь? Конечно, Изварин отбивает эти возражения, но Григорий пока не готов присоединиться к сослуживцу или напротив заявить о его неправоте. Мелехов думает. И может быть он никому не хотел бы присоединяться. Я вот вообще не представляю, как в той обстановке, когда толком ничего не понятно, можно было сделать хоть какой-то выбор. Но Изварин произносит фразу, в правоте которой мы сами смогли убедиться. Ты этим не отделаешься. Жизнь заставит разобраться. И не только заставит, но и силком толкнет тебя на какую-нибудь сторону. Чуть позже Григорий знакомится с большевиком Подтелковым. Подтелков, как хороший психолог, не пытается ничего Григорию внушить. Он не пытается его ни в чем убедить. Он бросает свои короткие фразы, будто разговаривая с самим собой. Но Григорий ловит каждое слово. И слова эти попадают на благодатную почву. Потому что Григорий еще со времен Гаранжи думал, что идеи большевиков правильные. Григорий стоит у окна и снова думает, пытается определиться, кто же все-таки прав и чьи идеи ему ближе. Из предыдущей главы мы уже знаем, к чему он пришел. Посмотрим, что с ним будет дальше. Но в этой сцене была одна вещь, которая мне показалась очень страшной. Григорий долго глядел на улицу. На детишек, игравших в какую-то замысловатую игру. Вот эти дети играют и даже не подозревают, что сейчас их судьба решается такими фанатиками, как Гаранжа, Подтелков и еще похлеще. Такими полуграмотными людьми, как Григорий. Который неплохой человек, но которого чуть ли не каждый агитатор с подвешенным языком может повести за собой. Они не подозревают, что сейчас их будущее решается казаками и офицерами, которые присоединяются на Дону, Катаману, Каледину, Корнилову и другим. Эти дети играют и не могут увидеть даже в самом страшном кошмаре, к чему их самих, а еще их детей и внуков приведут взрослые. И вот вопрос. А чем эти дети из Тихого Дона отличаются от детей, которые сегодня выбегают на детские площадки наших городов, может быть только тем, что мы, взрослые, зная, что могло произойти с детьми во время гражданской войны, голода, коллективизации и ГУЛАГа, даже не можем предположить, с чем придется столкнуться в будущем и нам самим, и сегодняшним детям. А сейчас, что думаете вы, пишите в комментариях, будем обсуждать. Если вам нравится пересказ Тихого Дона, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте, мы то, что мы читаем. До скорого. Пока.